Взаимодействие на новом уровне. Сегодня порт в провинции Динсу играет важную роль в торговых отношениях между Китаем и Казахстаном. Как логистическая база двух способствует развитию торговых связей в рамках пояса и пути? Расскажем далее. Скоростная трасса G30 – самая длинная автомагистраль Кита. Тянувшись на 4000 километров, она соединяет восточный портовый город Лянь-Юньган с Харгусом на границе с Казахстаном. Наша база построена в 2014 году. Она основана портом Лянь-Юньган совместно с казахстанской экспертно-логистической компанией КТЖ-Экспресс. База занимает площадь в 220 тысяч квадратных метров, включая пути, проложенные специально для железнодорожного транспорта. Казахстан – крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю. Его торговля состоит в основном из экспорта зерна и железной руды в Японию, Республику Корею и страны Юго-Восточной Азии. Порт Лянь-Юньган соединяет восточные морские пути с западными сухопутными. Из Лянь-Юньгана можно легко добраться до многих стран в регионе. И теперь для Казахстана это самая удобная база как для экспорта своей продукции, так и для импорта товаров из других государств. В Казахстан мы в основном перевозим электронные компоненты и предметы первой необходимости. В прошлом году между двумя странами курсировало в общей сложности 554 грузовых поезда. Годовой рост более 27%. Поезду из Лянь-Юньгана требуется всего 6,5 дней, чтобы добраться до Алматы. Китайцы через всю страну с востока на запад протянули дорогу. Конечно же не только ради Казахстана, а ради того, чтобы иметь запасной сухопутный путь в Европу для своих товаров, для своего рынка, для своего доступа к европейским технологиям. Но на фоне путинской политики транспортной блокады это, конечно, выглядит очень впечатляюще. Понятно, да, теперь, что путинская транспортная блокада на фоне громадных транспортных коридоров, которые строит Китай, выглядит как-то так несуразно. Хотя, наверное, наши аблизоиды теперь должны кричать во весь голос, вот какой Путин молодец, смотрите, дороги не строит, транспорту ездить не дает, он делает все наоборот, не то, что эти китайцы, которые хотят нас захватить. В общем, в очередной раз можно констатировать, что путинские настроения среди антикитаистов, пропутинские, я бы так сказал, настроения, они, конечно же, всегда очевидны, всегда бросаются в глаза. Спасибо за ваше внимание, подписывайтесь на мой канал, на мой фейсбук, инстаграм-аккаунты и до новых скорых встреч. Потому что если дороги будут, то по ним неприятель проедет и прямо в сердце России попадет. Я с ними согласен абсолютно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!